Едва ли можно встретить человека, который хоть раз в жизни не сталкивался с кишечными инфекциями. Вирусы, болезнетворные бактерии и другие микроорганизмы могут попасть в наш организм с пищей и водой, через грязные руки и при контакте с больным человеком. Это сальмонолез, дизентерия, ротовирусные инфекции, энтеровирусы, норовирусы. Естественно, кишечная инфекция у нас вызывается и грибами, и простейшими. В летний период кишечными инфекциями болеют чаще, утверждают врачи. Патогенные микроорганизмы при высоких температурах лучше и быстрее размножаются, но предотвратить заражение можно. Мытье рук в первую очередь, соблюдение личной гигиены, обработка овощей и фруктов под проточной водой. Конечно, нужно пить бутилированную воду, молоко должно быть постерилизованное или производится кипячение воды и молока. Особо опасны кишечные инфекции для маленьких детей и людей пожилого возраста. Риск наступления обезвоживания организма крайне высок. Впрочем, врачи рекомендуют всем, без исключения при появлении признаков острого травления, вызывать доктора на дом и не заниматься самолечением. Кишечная инфекция у нас протекает, мы знаем, что с тошнотой, рвотой, жидким стулом, выраженная может быть интоксикация. Это повышение температуры до высоких цифр. Естественно, лечиться самим дома это делать нельзя. Нужно обратиться к врачу в поликлинику. Иногда даже при необходимости бывает нужна госпитализация. Но далеко не все спешат обратиться за помощью к доктору при первых признаках отравления. Своими домашними средствами у нас есть книжка Комаровского. Там, в общем-то, есть рецепты, как приготовить специальный раствор, чтобы давать ребенку. После, если рвет и так далее. К врачу обращались, естественно. С детьми нет, с детьми так нельзя. Это я себе могу полечить. Кишечные инфекции легко передаются от человека к человеку. Поэтому дезинфекции помещения и всех поверхностей в нем, а также личной гигиене и обработке рук нужно уделять особое внимание, если в семье кто-то заболел. И обязательно выделите больному индивидуальную посуду. Екатерина Порисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова